Слово за словом, я говорю, успокойся. Я говорю, я не хочу ругаться, давай по-хорошему с тобой. По-хорошему не получилось. На кадрах следственного эксперимента Дмитрий Курилов рассказывает, как поссорился с подругой. Сначала они выпивали у знакомых, а потом, когда он уснул, якобы Люда украла его мобильный. В ссоре мужчина сначала несколько раз ударил собеседницу, а потом задумал коварный план мести. Я говорю, ладно, сиди, вот тебе водка, я говорю, сейчас схожу домой. Вышел тут же и пошел домой. Домой прихожу, вот это я взял нож и топор. Свою жертву Курилов выманил подальше от людских глаз. Прихватив бутылку, они отправились на улицу. Потом снова поругались. Дмитрий сам признается, в момент убийства он был уже под хорошим градусом и напал на знакомую. Перерезал потерпевшее горло, после чего нанес многочисленные удары топором и ножом по различным частям тела. В последующем скинул тело женщины воросительный канал. Когда следователи установили личность предполагаемого убийцы, выяснилось, что он уже был судим и не за хулиганство. В ходе следствия также было установлено, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия, незаконный оборот наркотических средств, а также разбойное нападение. Собранные следователями доказательства теперь отправятся в суд. Если Дмитрия Курилова признают виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.